Сегодняшняя тема Глава Кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава правления и экспертного совета Фонда поддержки детей с тяжелыми, в том числе редкими заболеваниями, круг добра. Он был создан по указу президента Владимира Путина и будет пополняться с 2021 года за счет повышенной ставки НДФЛ, не 13%, а 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год. В экспертный совет Фонда вошли 27 человек, в состав правления – четверо. Как следует из документа на сайте правительства, из четверых членов правления Фонда – круг добра – двое петербуржцы. Это директор Санкт-Петербургского детского хосписа Ирина Кушнарева и директор по развитию того же учреждения Анна Кудря. Председателем правления стал основатель и генеральный директор этого детского хосписа Александр Ткаченко, его кандидатуру ранее утвердил президент Владимир Путин. В экспертный совет Фонда вошли 27 человек – это врачи, общественники, религиозные деятели, представители благотворительных, научных организаций и вузов. Среди них есть директор Санкт-Петербургского педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава Дмитрий Иванов. Должность председателя Совета занял Александр Румянцев, президент Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Напомним, в конце прошлого года Минздрав направил в правительство список заболеваний и препаратов, на закупку которых хотят потратить миллиарды от подоходного налога для состоятельных россиян. В список вошли 30 заболеваний и около 50 препаратов. По прогнозам, повышение ставки подоходного налога в ближайшие три года должно принести около 190 миллиардов рублей, более 60 миллиардов в год.